Глава 18. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли. И сказал, Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши. И отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к саре и сказал ей, поскорее замеси тресаты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отруку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подли них под деревом, и они ели. И сказали ему, где, Сарра, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин, у Сарры, прекратилась. Сарра внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар, и сказал господь Аврааму, отчего это сама в себе рассмеялась Сарра, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын. Сарра же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гаморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гаморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. А, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда, и пошли в садом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, Неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников. Неужели ты погубишь, и не пощадишь всего места сего ради пятидесяти праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь сказал, Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, Вот, я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, Не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, Может быть, найдется там сорок? Он сказал, Не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там тридцать. Он сказал, Не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, Вот, я решился говорить владыке, может быть, найдется там двадцать. Он сказал, Не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там десять. Он сказал, Не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место.